добрый день дорогие друзья и как всегда рада приветствовать на моем канале всех единомышленников в предыдущих видео я очень много освещала повестку Клауса Шваба и всемирный экономический форум прошедший на этих днях в Давосе мы с вами очень много копали информации разбирались в их сайте в повестке как таковой в том что они предлагают да что они прямым текстом нам говорят и мы много раз говорили о том что главная цель этой повестки это you will own nothing and you'll be happy то есть это тотальный отъем имущества и цель приучить народ в общем-то к отказу от частной собственности в пользу такой новой идеологии как способ делиться с людьми вот этот sharing да то есть car sharing да то есть делись машиной house sharing делись домом и так далее и тому подобное вам покажется это тотальным бредом сумасшествием но к сожалению эта повестка сегодня прямым текстом и очень абсолютно неожиданно начинает продвигаться в россии если же мы перейдем с вами к той самой абсолютно нечеловеческой повестке отъема имущества который как раз таки я вам уже говорила как он насаждается в италии да вот это самое отъема имущества какие у нас новые опять же зеленая повестка и все эти экологические абсолютно сумасшедшие законы вводятся на территории на территории евросоюза где люди заставляют переделать свои дома совершенно бешеным ценам иначе дома если они не будут соответствовать определенным зеленым условиям энергетическому выбросу определенному то эти дома будут терять в цене очень сильно да то есть после 2030 года эти дома даже возможно нельзя будет продать или сдать в аренду то есть идет вот такое зверское кто не успеет того просто не будет жилья так вот это я вам уже все рассказы поподробнее в предыдущих роликах посмотреть а вот теперь очень важный момент вышла абсолютно шокирующая новость касательно россии друзья мои я конечно же сейчас ее обязательно вам озвучу потому что это конкретно по швабу вот опять же видео которое я недавно делала на канале да который очень многие там раскритиковали вот я там что-то там значит гоню на россию гоню на путина но пожалуйста в россии происходит то же самое друзья вся та повестка экологичная швабовская она в россии не то что внедряется прямым она они даже пытаются в россии опередить да вот кто насаждает все это в россии они даже пытаются опередить европы и вот что мы сегодня видим отъем имущества квартиры у людей у простых людей у нищего социального класса квартира будет просто отниматься и так зачитываю новость которая облетела не только все телеграм-каналы но и все основные сегодняшние российские государственные сми в полном соответствии с идеями шваба российский чиновник председатель комитета торгово-промышленной палаты рф по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства андрей широков предложил забирать квартиры у малоимущих россиян из частной собственности в муниципальную эксперт считает что большинство населения страны не способно платить за содержание жилья те суммы которые требуются для его нормальной эксплуатации средний по россии платеж за содержание общедалевого имущества 25 рублей за квадратный метр в месяц это копейки платежи должны быть минимум в четыре раза выше на уровне 100 рублей за квадрат добавил эксперт по оценке специалиста при нынешнем уровне развития экономики 60 процентов населения россии должны были бы жить в арендном жилье они в собственных квартирах можно на добровольной основе за счет экономических стимулов деприватизировать часть квартир создать сегмент арендного субсидированного жилья в первую очередь для малоимущих да владеть им будет муниципалитет но он будет нести и всю ответственность за его содержание предложил широков в интервью просто зачитаю вам несколько разных статей из разных сми кто пишет что по этому поводу забрать жилье у нищих чтобы сдать его нищим председатель комитета торгов и промышленной палаты по предпринимательству предложил конфисковать жилье посредством увеличения платежей за обслуживание квартир чтобы в совокупности с другими платежами стандартная квартира обходилась примерно от 30 до 50 тысяч рублей в месяц в случае неуплаты квартира будет конфисковаться у должника а после предлагаться для субсидированной аренды малоимущих что же пишут аргументы и факты в торговой промышленной палате в россии предложили пересмотреть итоги массовой приватизации жилья и отдать квартиры россиян муниципалитетам такую позицию озвучили в интервью аргументом и фактом председателя комитета торговой промышленной палаты по словам эксперта массовая приватизация жилья в 90-е оказывается была гигантской ошибкой потому что она породила огромный класс нищих собственников не умеющих и часто не желающих управлять своим домом не имеющих достаточных средств либо обслуживания и ремонта мы всех без разбора загнали в частную собственность представляете гоям выдали имущество как же так это же неправильно каким-то холопам крестьянам раздали значит рабам раздали квартиры они их значит обеспечивать не могут надо забрать назад и продолжаем загонять дальше с помощью ипотек заявил широков по его мнению выходом могла бы стать только добровольная деприватизация когда квартиры малоимущих россиян перешли бы в муниципальную собственность в первую очередь для малоимущих да владеть им будет муниципалитет но он будет нести всю ответственность за его содержание друзья мои вот вам пожалуйста кто не верил это самая абсолютно нечеловеческая доктрина Клауса Шваба о том что у вас ничего не будет и вы будете счастливы направлена она конкретно на то чтобы оставить самый простой самый беззащитный класс людей с низким и более-менее средним достатком без имущества чтобы отнимать у нас все и заставлять нас становиться рабами у которых все в аренду и вот как она протаскивается сегодня в России это была еще не последняя новость на сегодня к сожалению друзья мои а есть еще одна не менее а может быть даже и более страшная к сожалению мы с вами очень много уже говорили о системе социального рейтинга тотальной слежки и вообще видение человека начиная от его личной жизни от его пристрастий от его интересов оканчивая вообще всем что касается человека вообще вот эта самая система социального рейтинга она уже тестировалась в разных городах по миру и в России и в Европе и сейчас на базе Белгородской области официально запускают запускают систему социального рейтинга власти объясняют это тем что появились много случаев подростковой преступности якобы из-за бомбежек дети не ходят в школу учатся на удаленке якобы в семьях происходят большие проблемы из-за этого в общем в связи с этим решили создать подростковую систему социального рейтинга то есть детей уже с подросткового возраста сейчас будут всех вводить в эту цифровую систему именно баллов именно рейтинга надзорные органы будут присваивать школьникам уровни риска или баллы низкий средний и высокий с наиболее сложными детьми будут вести профилактические работы объяснил замминистра образования Андрей Мухартов в картах социальных рисков то есть на каждого ребенка будет цифровая карта несовершеннолетних будут оценивать по следующим категориям семья, личность, образование, занятость, сверстники, взрослые, родители, идеология, здоровье, криминализация инициатива появилась из-за истории якобы с бандой подростков которые избивали прохожих на улицах местный губернатор Гладков поддержал предложение министерства он добавил что на криминализацию подростков влияет также дистанционное обучение послушайте пожалуйста как что было конкретно сказано в этом заявлении методологической основой для нового комплексного анализа должна стать социальная карта рисков по девяти основным направлениям не учитывать которые нельзя критерии риска и примеры показателей риска расписаны на слайде я коротко остановлюсь семья это обязательно анализируется ее состав статус как выполняются родительские функции значимость ребенка в семье откуда приехали являются ли носителем ценностей нетрадиционных для россии важнейший фактор личность ребенка это характеристика которая дается психоэмоциональным особенностям чертах характера поведению социуме и так далее образование важнейший момент начиная от успеваемости мотивации результативности образования и его наличие на самых разных уровнях занятость учащихся свободное время досуг дополнительное образование продуктивность использования свободного времени предварительный анализ показал что только один несовершеннолетний такую занятость у нас имел остальные не были влечены в дополнительное образование обязательно анализ отношений школьных студенческих коллективов взаимоотношений на уровне сверстников где в малых группах возникают те самые устойчивые связи которые иногда могут привлечь к противоправному поведению взаимоотношения со взрослыми аналогичная ситуация и наличие регламентации нормативов поведения выполнения их учеником идеологические установки мы обязательно должны анализировать здоровье и такой критерий как криминализация это то что сегодня ну работает школе и в колледжах когда мы фиксируем девиантное отклоняющиеся поведения протестные проявления дисциплинарные проступки действующее законодательство сегодня не регламентирует жестко критерии по которым социальные педагоги ведут социальные паспорта на детей в связи с этим они делают акцент на тот или иной вектор работы и комплексного анализа по семье и ребенку мы зачастую не получаем если этот подход 10-15 лет назад позволял нам анализировать ситуацию то в сегодняшних условиях нет в случае проработки детальной этой методологии и разработки детально показателей мы получаем возможность проработать оценку уровней риска по трем показателям по в зависимости от этого отработать алгоритмы работы с детьми разных групп с разными подходами в том числе с привлечением тех или иных субъектов профилактики что ж друзья все подробности я как всегда выставляю на канале телеграм новый мировой порядок сопротивления где огромное количество видеоматериалов ссылок важных статей в том числе и за рубежа и не только из россии поэтому обязательно подписывайтесь на канал телеграмм нового мирового порядка сопротивления что касается всего того что мы с вами сегодня обсудили и что я вам рассказала решается нам с вами как всегда решать все равно нам с вами что бы там не решали на каких-то там верхах а выбор за нами поэтому каждый из нас этот выбор должен сделать сам осознанно а для этого мы должны делиться информацией просвещать людей спасибо всем тем кто репостит мои ролики ставить лайки это помогает распространению видео youtube видит что если человек лайкает то он толкает это видео в топ и показывает его как можно большим людям поэтому спасибо вам за вашу активность за комментарии лайки и репосты подписывайтесь на все мои соц сети ссылки на них будут под этим видео главное верить в себя в нашу силу в силу нашей воли нашего духа и мы еще обязательно друзья мы поборемся до встречи